Размышления христианина, посвященные ангелу-хранителю на каждый день. Тридцатый день. Для христианина нет причины бояться смерти. Он ее желает, зовет, нетерпеливо ждет ее прихода. Особенно же вожделенна смерть для того, кто постоянно предан будет своему ангелу-хранителю. Он уверен, что небесный хранитель не оставит его и в последний час его жизни. Он радуется, что увидит его, наконец лицом к лицу, готового вести и представить его Отцу Небесному. Помышляя о протекших днях своей жизни, он припомнит и те благодеяния, которые получала от ангела, и те опасности, от которых избавился под его покровом, и те молитвы, которые приносил ему, и в его недре почерпнет утешение и отраду в прессмертных мучениях. Что такое смерть? Это минута, в которую ангел-хранитель разрешает узы плоти, как бы стены темницы, и, освободив душу из плена, говорит ей, «Время настало! Гляди на небо!» Мало-помалу темнота земная рассеивается, свет небесный начинает сиять, завеса опадает, и там, на пределах всего мира и мира вечного, открываются праведнику наслаждения нескончаемого блаженства. Для чего бояться смерти? Иисус Христос попрал ее, сокрушил жало ее. Христианин не умирает. Он переходит из печальной жизни, земной, исполненной скорби, в жизнь блаженную. Через таинство крещения человек получает новую жизнь, благодатную, а через смерть переходит в жизнь блаженную, царство славы. Здесь оканчивается путь земного странствования человека с ангелом. Воображению моему представляются два юных царских сына, которые в дальних странах прославились победами и отличались мужеством и неустрашимостью в битвах. Возвращаясь с торжеством в отечество, они радуются при виде отечественных пределов, и в ней неиснимом в восторге вступают на родную землю. Сердца их волнуются и трепещут, когда они, приблизившись к дому родительскому, видят своего отца, стоящего в дверях с вельможами и желающего воздать им торжественные почести, приличные победителям. Итак, я еще спрошу, что такое смерть? Это минута, в которую сердобольный ангел, склонившись на ложе умирающего, золотым ключом оттворяет ему двери в небо. Христианин, послушай, что говорит тебе Священное Писание. Воспевай во все дни жизни твоей песнь новую вместе с твоим ангелом. И при последнем издыхании твоем услышишь согласные пения ангельских хоров и скажешь «Господи, вниду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему». Счастлива душа, которая, оставляя бренное тело, уподобляется по чистоте своему ангелу, приемлющему ее в свои объятия. Видения ее представляются Всевышний в неприступном святилище вечности, одеснуя его Иисус Христос, сияющий славой у Божества, пред ними – Пресвятая Дева Мария, сонмы святых и лики ангелов. Душа приходит в свое отечество и убивается блаженством. Так юный Товия во время своего дальнего путешествия в страну неизвестную был сопутствуем ангелом Рафаилом, принявший образ Азарии. Под покровительством небесного своего путеводителя он избавился от многих опасностей, угрожавших его жизни, и получил от него все возможные благодеяния. Ангел избрал ему супругую добродетельную Сарру, избавил их обоих из рук демона, возвратил их в свою страну здравыми и невредимыми, и по окончании дальнего странствования возвратил зрение отцу юного Товия, дабы праведный старец мог видеть счастье своего сына и рождение внуков в своем доме. Тогда ангел открылся им и в глазах их вознесся на небо. Товия и сын его поверглись на землю и, припав лицом к земле, в продолжении трех часов благословляли Бога, потом вставший возвестили о чудесах, которые ангел сотворил им. И твой ангел-хранитель будет сопутствовать тебе в твоем земном странствовании, будет охранять и благотворить тебе. Некогда ты увидишь его явственно и найдешь себя еще счастливее юного Товия. Он скажет тебе, мы были соединены святой дружбою, Всеблагий Отец Сибирь зовет нас к себе. Там мы будем любить друг друга вечно и уже никогда не разлучимся. О, скоро ли наступит святый ангел-хранитель и защитник мой? Скоро ли наступит тот день, в который ты скажешь мне, что земное странствование мое уже кончается, что двери небесные уже оттворяются мне. Как нетерпеливо я желаю видеть тебя, небесный друг мой. Ты осыпаешь меня благодеяниями и дарами благодатными, а я все еще не вижу тебя. Да будет благословенно та минута, в которую душа моя, оставив свою темницу, вдруг увидит тебя лицом к лицу. О, если бы тогда я оказался чистым, беспятен греха и подобен тебе. Научи меня, как приготовить себя к этой торжественной минуте моего переселения с этой жизни, в жизни вечную. Смерть сладка и вожделена для праведника. Пошли мне такую смерть. Да посетит меня спаситель последнюю минуту моей жизни и да осветит мое сердце излиянием своей благодати. Пусть все мои несчастья очистятся его святою кровью. Мати Божья, не отврати слуха твоего от моей пресмертной молитвы, а святи ее благоволением твоим. Ангелы небесные, и ты, ангел-хранитель мой, не оставьте меня на адре смерти. Соедините молитвы ваши с последним моим молитвенным вздохом. Примите меня и ведите меня на небо. О, какой свет тогда озарит меня на моем адре. Я буду окружен родителями, друзьями, проливающими во мне слезы. Но, утешая их, скажу, не плачьте, я отхожу в царство радостей. Ангелы небесные ожидают меня.